Гуманитарная помощь от студентов Казанского Федерального Университета. В Республиканском Центре Крови Национальный День Донора. Гелабужский Институт Казанского Федерального Университета вновь радует научно-образовательной конференции. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Карина Саяхова. Мультимедийная студия Российского Общества Знаний в Казанском Федеральном Университете состоялась открытие полуфинальной серии мероприятий Лиги Лекторов. На открытии полуфинала присутствовал победитель первого сезона Всероссийского конкурса Лига Лекторов, магистрант Института Международных Отношений КФУ и директор Фонда Развития КФУ Ильнур Хазипов. 50 лучших лекторов получат поддержку Российского Общества Знаний в создании, развитии и продвижении просветительского контента, а также доступ к комплексной образовательной программе. Россия возобновляет лунную программу. Все подробности в нашем следующем сюжете. Сразу же после Дня космонавтики Европейское космическое агентство объявило о выходе из участия в российских миссиях Луна-25, Луна-26 и Луна-27 за события на Украине. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец прокомментировали данное заявление и сообщили о том, что Россия снимет европейские приборы с наших аппаратов и отказ от содействия никак не скажется на намерение Российской Федерации уже в третьем квартале нынешнего года запустить станцию Луна-25. А уже во время церемонии вручения государственных наград космонавтам президент Российской Федерации Владимир Путин железно заявил, что страна возобновит лунную программу. Возобновим лунную программу, речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса Луна-25. Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь, на Земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи. Напомним, что крайний раз, когда к спутнику Земли приземлялась межпланетная автоматическая станция Луна-24, был в 1976 году. На тот момент еще советская станция была запущена с космодрома Байконур. Современная Россия еще не запускала космические аппараты на Луну, но, однако, в 2015 году Луна-25 должна была отправиться к спутнику Земли. Но запуск отложился аж на 7 лет. Это возобновление уже планируется в течение 10 последних лет. Тот проект, о котором сейчас говорится, вообще-то он должен был, ну, в лучшем случае, быть запущен 6 лет назад. Но, к сожалению, обстоятельство, вот, видимо, усовершенствования данного направления, оно не позволило эти запуски сделать. Реализация данного проекта включает в себя три этапа. Вылазка 2021-2025 год. Планируют исследование Луны автоматическими станциями серии Луна. Первой из них должна стать Луна-25. Форпост 2025-2035 год. В рамках этого этапа собираются отработать средства доступа на поверхность спутника, а также осуществить пилотируемые полеты с высадкой космонавтов. И база после 2035 года. На этом этапе будет осуществляться создание полноценной лунной базы. Разумеется, и научные исследования с лунной поверхностью, и технические исследования, и даже военная область. Все это как раз наш спутник может дать землянам. Мы очень ждем, что все-таки вот эта вот миссия Луна-25, она осуществится. Казанский федеральный университет максимально заинтересован в возобновлении лунной программы и ставит перед собой цель сделать точность прелунения на более высоком навигационном уровне. Также немаловажным является то, что некоторые лунные кратеры названы в честь казанских ученых. Например, кратеры в честь российского ученого, ректора Казанского императорского университета Николая Лобачевского и советского астронома Анатолия Нефедева. Добро всегда возвращается, и этим принципом руководствуются студенты Казанского федерального университета, решившие стать донорами. Подробности в следующем сюжете расскажет наш корреспондент. С одной стороны, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и не имеет противопоказаний. Но с другой стороны, стать донором может только тот человек, кто готов встать пораньше и потратить свое время, чтобы спасти чью-то жизнь. И таких людей в Республиканском центре крови сегодня довольно много. 20 апреля в Республиканском центре крови с раннего утра праздновался Национальный день донора. Совместно с автономной некоммерческой организацией «Добрая Казань» при поддержке сообщества доноров крови, благотворительного фонда «Татнефть» и Приволжского регистра доноров костного мозга, волонтеры Добровольческого центра Казанского федерального университета провели благотворительную донорскую акцию. Там участники смогли сдать кровь в комфортной обстановке, познакомиться с единомышленниками и получить памятные сувениры. Конечно, главная цель этой акции – это популяризация добровольного донорства крови. В нашем университете донорское движение достаточно хорошо развивается, у нас много различных мероприятий в этом направлении. Ну и, конечно, мы не могли остаться в стороне от одного из главных праздников, главных дат и приурочили нашу акцию к этой дате. Перед тем, как непосредственно сдать кровь, донор заполняет анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и образе жизни. После донор сдает анализ крови из пальца в лаборатории. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина донора, а также другие показатели крови. От результатов этого анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором. Далее он отправляется к врачу, который осматривает его, изучает анкету и принимает решение о допуске к сдаче крови. После следует донорский завтрак – черный чай с большим количеством сахара и печенья. Только после всех вышеперечисленных процедур донор отправляется в кабинет переливания. Любая человеческая жизнь, она важна, и донорство именно помогает продлевать эту жизнь. Хотелось бы сказать то, что если у человека есть определенные мифы, если есть определенные мысли о том, что донорством заниматься не стоит и что это не полезно, пускай он обращается в Дороговский центр КФУ, мы развеем все эти мифы и докажем, что сдавать кровь не страшно, сдавать кровь здорово и полезно. Кроме того, волонтеры-медики провели познавательный квиз, где все желающие смогли получить подробную информацию о донорстве костного мозга, а также вступить в регистр доноров костного мозга. Напомним, что проект «Регистр доноров костного мозга» функционирует в Казанском федеральном университете с 2017 года. Надежда Дик, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Археология, цифровизация образования и психология. Это и многое другое обсудили в рамках 53-й научно-образовательной конференции студентов в Елабужском институте КФУ. Подробности далее. 53-я научно-образовательная конференция студентов стартовала в Елабужском институте КФУ. По традиции студентов поприветствовала Елена Мерзон. Директор института рассказал о перспективах научного развития КФУ в рамках государственной программы «Приоритет-2030». С докладами выступали студенты, которые победили в конкурсе на лучшую исследовательскую работу. Были затронуты актуальные темы цифровизации школьного образования. Также речь шла об отражении психофизиологических нарушений подростков в мировой художественной литературе. Обсудили достижения в области краеведения и археологии. Я не первый год участвую в научной конференции, но в этот раз это было наиболее волнительно для меня – стоять здесь на сцене, рассказывать о своей теме всем присутствующим. Для каждого студента, который занимается научно-исследовательской деятельностью, важно то, что институт в числе преподавателей отмечают актуальность наших исследований и отмечают то, чем мы занимаемся. Хочу сказать спасибо большое нашему институту и моему научному руководителю Башковой Галине Николаевне за то, что они поддерживают нас на этом тяжелом пути. Итоговая научно-образовательная конференция студентов продлится в течение всей этой недели. Студенты Елабужского института представят результаты своих исследований в 53 тематических секциях. Юлия Семенова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Правком сотрудников Казанского федерального университета обратился к руководству ВУЗа с предложением организовать благотворительную акцию по поддержке беженцев с Украины. Сотрудники, желающие к ней присоединиться, могут перечислить средства в размере суточного заработка в пользу вынужденных переселенцев. Ректорат инициативу одобрил. Это действительно акция, во-первых, она благотворительная. Во-вторых, каждый принимает решение самостоятельно, исключительно для себя, как он к этому относится и готов ли он пожертвовать какие-то средства. И я думаю, что, в общем-то, наша задача оказать максимально возможную поддержку. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол на тему трансформации центров карьеры. В рамках мероприятия были затронуты три вопроса. По итогам было озвучено расписание программы обучения. Первое – это самотрансформация. О позиции Министерства науки и высшего образования по этому вопросу. Как должен этот процесс происходить? Второй вопрос был презентация акселерационной программы Минобранауки по обучению сотрудников. Третий вопрос – это презентация карьерных возможностей, возможности работы центров карьеры на площадке сайта «Факультетус». На этом сайте наш университет представлен достаточно широко. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!